Человек, который у вас так много власти, знаешь, и так долго, он, конечно, психически ненормальный. Он отравлен этой властью. Люди, которые находятся так долго в напряжении, а он находится в напряжении и изоляции. У него друзей нет, мы же видим с его дня рождения, с всего этого. Что он одинок, он совершенно изолирован, как и Гитлер был, как и Сталин. Они никому не доверяют. Паранойя зашкаливает. Мы видим это со стаканчиком, к которым он приехал на G20. Такие люди более склонены к онкологии. У них часто бывает онкология от стрессов, от изоляции, от психического состояния. Здравствуйте, уважаемые зрители канала Асоби Ньюс. Мы рады приветствовать нашего друга из Соединенных, как вы видите, Штатов Америки. Это капитан первого раунга ВМС США в отставке Гарри Юрий Табах. Здравствуйте, Гарри. Добрый день, Украина. Я говорю с вами из севера. С севера Майами. Погода хорошая, море теплое. Водичка теплая, да? Купаться нужно, отлично. Но на другом конце света, к сожалению, не так все спокойно. И мы, конечно же, сегодня хотели с вами поговорить о теме, которую вы разбираетесь. Это что именно сейчас происходит в Сирии. Тем более, средства массовой информации путинские. Они во всю глотку орут, что там сирийцы с россиянами победили американцев. Они выгнали их из казарм. Американцы панически бегут и при этом рисуют символы СССР на стенах этих казарм. В общем, стоит какое-то такое кукарекание, которое сложно даже не заткнув уши выдержать сейчас на российских каналах. Скажите, пожалуйста, Юрий, ваше мнение о том, что реально произошло? Почему именно покинули этот район американцы? И действительно ли такая какая-то победа у россиян нарисовалась в этом вопросе? О том, что будет дальше, мы поговорим немножко позже. Ну, это, конечно, большой вопрос. Но я поздравляю россиян с этой великой победой очередной. Хотя они говорят, что они уже там победили в какой раз? Это уже, по-моему, пятый раз победа в Сирии российская. Убежала оттуда, видимо, зажав между ногами хвост целых 25 или 30 спецназовцев американских. Конечно, это великая победа. И я вам желаю там удачи. У нас не получилось, ни у кого не получается. Думаю, что, конечно, у кого, у кого. А вот у России там получится навести порядок, мир. Ну, как везде у них обычно получалось. Там в Северной Корее, в Вьетнаме. И в остальных местах. Я думаю, что президент Трамп избрался на том, что мы должны закончить все эти бесконечные войны, которые мы ввязывались. Президент Обама ввел туда ограниченный контингент войск в Сирию на 30 дней. Мы там уже 10 лет. Ничего не меняется. Курды не организовываются. Они тоже очень все разношерстные. Одни не помогают другим. Одни исламисты. Другие из виды крестьяне. Третьи. Вообще коммунисты в основном. Самая большая они такая мао-джедунская идеология. По-сталинской. Поэтому президент Трамп решил, что проблема турков с курдами, она тоже такая вечная, бесконечная. И он договорился с Эрдоганом, я думаю. Я говорил это все в своих предыдущих передачах. Еще до того, как турки остановили свое продвижение на юг. Потому что они договорились, что создастся эта бафорная зона, потому что турки, правда, уже много-много лет, и даже когда я был в Курции, это был самый болезненный у них вопрос с курдами, с терроризмом, который исходил от курдской рабочей партии, которая также и считается террористической организацией ООН и у нас в Госдепе. Тоже ее считают террористической организацией. Абсурсия состоит в том, что мы как бы с одной стороны говорим, что это террористы, а с другой стороны как бы их поддерживают. Турки это давний наш союзник, да, Эрдоган, и они приходят и уходят. А Турция давным-давно, много лет наш союзник, и надеюсь, что она останется нашим натовским союзником еще на много лет вперед. Потому что турки, это, правда, хороший народ, трудолюбивый, образованный. Я там два года с ними прослужил. К сожалению, все генералы и адмиралы, с которыми я служил в тюрьме, как Эрдоган пришел, к сожалению, мы не поддержали их конституционное право на армию, чтобы армия взяла власть в свои руки, если исламисты приходят в Турцию, это происходило три или четыре раза, потом армия передает это обратно в гражданские руки. Это было написано в Конституции Турецкой. Камалем Ататурком, человеком, который, правда, знал, что он делал и имел такие ценности свободы и независимости. Но Европа и мы, американцы, тоже в то же время поддерживали это, потому что с точки зрения демократии, либерализма, армия не имеет права иметь так много силы, как она имела в Турции. И, конечно, Эрдоган это использовал. Мы и Европа поддержали его в этом, и у армии забрали такое полномочие, когда они решили взять власть в свои руки. Мы их не поддержали, а, наоборот, даже выдали генерала, который командовал не переворотом, потому что это конституционное право в Турции, чтобы взять власть у Эрдогана. Мы его, наоборот, даже выдали Эрдогану, этого генерала молодого. Так что ситуация такая. Но россиянам я просто хочу сообщить, россиянам, украинцам, но всем американцам, сказать, что нет победителей в войне. Что значит, мы победили? В войне есть те, кто выжили, а кто не выжили. Я думаю, что Эрдоган сказал Трампу, что он все равно войдет в курдскую часть Сирии и сделает эту бафанную зону и разбомбит. И Трамп не захотел приносить в жертву этих 50 или 30, там, разные, говорят, зеленых беретов и вывел их оттуда. Потому что, думаю, что все равно бы турки атаковали, потом извинились бы перед американцами. Такое бывает. И израильтяне такое сделали один раз во время войны, разбили наш корабль, утопили. Когда им сказали убраться, а мы стояли. Война есть война. И турки бы это все равно сделали. Турецкий народ это поддерживает. Для Эрдогана это такой Крым наш. Для турецкого населения, когда ты говоришь, курды, это примерно как в России, когда говорят, чеченцы. Это да, надо их разбить, уничтожить. Не важно, что там разные. Разные есть люди, разные движения. Разные. Вот такая вот сложилась ситуация. К сожалению, сегодня мы ведем войны так, что черт разберется, кто прав, кто не прав. Что есть, чего нет. На чьей мы стороне. Против кого мы воюем, с кем мы воюем. Постоянно это все время меняется. Мы пошли в Афганистан. Думаю, что мы будем поддерживать борцов за свободу. Муджихадин против империи зла. И завязали там. А потом эти же Муджихадин, эти борцы за свободу, дали нам такой призем, как Косаму Бен Ладно. Зашли в Ирак. Думали, что освободили иракский народ. Теперь будет происходить демократия. А власть, в принципе, передали из Суницки, более Саддама Хусейна, светского власти. Про иранским группировку. Про иранским группировку. Мы еще создали ИГИЛ из Сунитов, которых там мы и разбили. Так что с военной точки зрения, конечно, мы можем всегда победить. Мы можем нашими армадами сместили континент. А что дальше? Вот дальше непонятно. А то, что выводятся, войска заводятся, то, что мы предаем там, или кто-то кричит, не предаем кого-то. Ну, мы и Вьетнам тоже из Вьетнампа вышли. Все вьетнамцы, которые воевали с нами, оказались в констабелях. Ну, и также там Польша, Прибалтика после Второй мировой войны. Отдали Сталину и всех их эшелонами погнали на север. Израильтяне просидели сколько там, 8 лет, по-моему, в Ливане. Вышли, они там сотрудничали с фалангами, с христианами. Вышли, этих всех фалангов перебили. И я считаю, что Трамп прав, что мы не можем долго находиться где-то в какой-то войне. Мы приходим, можем прийти, наши интересы там есть, помочь кому-то, чтобы не было геноцида. Как, может быть, в Югославии это было сделано. Быстро это проделать и уйти. А дальше это ваше дело. Сможете вы удержаться или не сможете удержаться? Но все время стоять и держать за руку кого-то за цену жизни американцев, наших солдат, и за какие-то там окулярды миллиардов, биллиардов долларов, которые мы все время вкладываем в это. Это, конечно, не стоит. И Трамп принял, когда его называют популистами, я считаю, он принял непопулистическое решение из Афганистана наши войска. А вы там разбирайтесь, там не только наши интересы. Где Европа? Где остальные? Почему Европа все время только кричит и говорит, да-да-да, зайдите, американцы, как в Югославии, где Америка, складывали трупы перед нашими посольствами, где Америка, Америка, Америка приходила, они Европа ничего не делали, ни за что не платили, но потом критиковали Америку очень свободно. Ну, они же смелые. Вот критиковать Америку за все эти действия, это уже очень смело. Ну, как и Россия делает. Я знаю только что, что я поздравляю тех, кто думает, что Россия принесет им мир и спокойствие, что посмотрите исторически, куда она ее принесла. Ну, что поделаешь. И Украина, я всегда говорю украинцам тоже, я говорю, Украина тоже должна она, да, мы поможем, да, мы придем, да, у нас есть интересы с вами сотрудничать и с вами быть стратегическими партнерами, но не все время, не все время платить за вас, не все время спасать, не все время стоять и охранять ваши границы. Это большинство зависит от вас. Так же, как Израиль этому научился очень рано, еще в 48-м году, во время войны независимости, они поняли, что им никто не поможет. Да, сейчас президент такой, Трумэн хороший, он нам помог. Потом президент Обама, он нехороший, он нам не помог. То же самое с Украиной, да, сейчас Трамп, он хороший, он вам поможет. Потом придет другой, скажет, нет, мне надоело это, украинцы не организовываются, они сами между собой, коррупции не уменьшаются, уйдут. Ну, это так мир устроен, ничего ты не поделаешь, ничего вечного нет. И потом можете кричать, там, предательство и все остальное, но это вам не поможет. Скажите, пожалуйста, Гарри, приезжал Пенс в Анкару и договорились о том, что действительно будет 30-километровая зона, и турки, в принципе, добились своего. Но, с другой стороны, было решение конгрессменов США, председатель комитета по иностранным делам Сената, сказал, что он и другие депутаты, другие сенаторы представят законопроект в связи с операцией Турции на северо-востоке Сирии, которые будут включать новые санкции, как против Турции, так и против России. Ну, такой странный парадокс. И причем Пенс потом заявил в Анкаре, что никаких санкций не будет, что они договорились, но, тем не менее, депутаты сегодня снова подтвердили, что они будут настаивать на этом законопроекте. Как вы думаете, какое будущее все-таки у отношений Турции и США, тем более с учетом того, что и Трамп обещал, если Турция будет сильно упорствовать в своих кровавых замыслах, просто разрушить экономику Турции, и вот это вот письмо, которое Евдоган выбросил в урну, где Трамп его там чуть ли не дураком обозвал. Будущее отношений, как вы считаете, Турция и США, какая перспектива? У нас Трамп, он президент не очень больших любезностей. Я думаю, что перспектив у нас в Турции очень хорошая. Опять же, Эрдоган не популярен в Турции самой. Такие, как Эрдоган, приходят и уходят. Турция все равно довольно-таки демократическая страна. Экономика в ужасной ситуации, народ там винит в этом только Эрдогана, поэтому ему нужен был вот этот Крым, как бы курдский Крым. Сработает какое-то время, потом перестанет, утеряет это в свою силу. С Трампом они договорились, это, конечно, понятно. Трамп всегда говорил, что он переговорщик. И когда Трамп с ним договорился, он его, конечно, держал за очень-таки деликатные места. Потому что мы, правда, можем обрушить экономику Турции. Более того, мы можем сделать так, что, я опять же говорю от себя, это мое мнение личное, не Пентагон и не Госдеп. А потому что мы можем отключить их в военную машину турецкую. Потому что танки, самолеты, орудия, артиллерия, снаряды, ну, в основном вся высокотехническая часть турецкой армии, это наша, это американская. Мы можем санкции наложить на это, чтобы перестать подавать им запчасти, смазочные материалы, снаряды, патроны. Они не смогут это быстро заместить. А воевать против курдов пехотой они не смогут. Курды их отобьют. Особенно, если это будет еще с нашей помощью. Поэтому они понимают, что у них есть очень короткий промежуток времени. Я это говорил еще пару недель назад. Я сказал, эти боевые действия будут идти, в моих программах, что будут идти несколько дней, потом турки остановятся. Они придут к своему сенсу. И даже, может быть, отойдут. И я думаю, что это так договорился с Эрдоганом Шрамп и сказал, ну, если ты это не выполнишь, не будь дураком. Потому что ты же понимаешь, что я сейчас сделаю. Я сейчас тебя отрублю от вооружения. Снаряды и патроны у тебя закончатся. Пока тебе русские все это заместят, это пройдет 20 лет. А в это время тебя курды вышибут. Потому что мы им поможем. И Эрдоган понял это, разозлился, конечно. Он понимает, что он не может делать все, что он хочет. Он тоже контролируемый. А Трамп выглядит как гениальный стратег и политик на сегодняшний день. А это означает, что наш Конгресс в бешенстве из-за этого. Как так? Трамп оказался опять умным и опять смог это сделать. И еще не привел в жертву наших 50 зеленых бюретов, а вывел в наших статус. Все, как он обещал. Поэтому, конечно, они будут угрожать и письмами, и посылать письма как в Раду в Украине, так и у нас в Конгрессе будут говорить, что налогово жут на санкции. Они не могут наложить санкции, потому что санкции должны быть подтверждены президентом. А он этого не сделает. Он наложит на это вето и никуда это не пойдет. Да и потом в Сенате тоже могут это остановить. Поэтому это только такие пугалки и крики. И истерика нашего демократического Конгресса сегодня. Они понимают, что все, что он не делает, у него получается. Все, что они не говорят, оказывается брехней. Гарри, скажите, пожалуйста, вы упомянули такую фразу, что русские могли бы теоретически, ну я бы добавил бы россиянский, потому что русские это понятие такое не совсем понятно. Ну я думаю, что люди это всегда поправляют. И я виноват в этом, и многие виноваты в этом. Спасибо, Василий, что-то это увидел. Но я считаю, что уже большинство народу понимает, когда мы говорим русский, мы подразумеваем россияне. Потому что на Западе много-много лет всегда говорили русские, но подразумевали СССР. Ну там это одно слово, в принципе. Все советские говорили русские. Я вырос русский, просто потому что мы все говорим по-русски. Но да, я понимаю, извини. Да, мне-то что, я не отношу себя. Вопрос в другом. Вы сказали, что они могут заместить в принципе вооружение, вооружение американское и другое западное вооружение в Турции своим, российским. Как вы считаете, насколько это действительно фактически возможно, с учетом того, что кроме мультиков Путина как-то особо новых вооружений не видно? Вот эта пресловутая армата, например, она уже 10 лет не может войти в строй. И в принципе все, что продают, те же С-400 и так далее, это просто перекрашенные, модифицированные советские образцы 80-х годов, а то и 70-х. Может быть это гениальное какое-то, но никто не видел ее в работе. Тем более. Никто не видел, чтобы она что-то сделала. Поэтому говорите тоже, как сказал врач 90-летнему дяденьке, который сказал, что сосед его удовлетворяет жену намного чаще, чем он ему это рассказывает. Он говорит, говорите тоже. Поэтому то, что они говорят, заменить, конечно, могут. Но опять же, для Турции это очень тяжело по многим. Во-первых, экономика слабая. Во-вторых, все страны НАТО будут против этого. В-третьих, это очень долго, чтобы обучить, перетренировать, перевооружить на другой манер. Нам трудно советского оружия перевооружить страны на американские, которые сейчас бывшего советского лагеря, на натовские стандарты. А уж наоборот, так тем более. А в-третьих, это оружие не может конкурировать с американским оружием. Это все равно, что Humvee или Chevrolet, или Corvette, или Challenger конкурируют с запорожцем или с жигулями. Совершенно другие параметры. И с НАТО они смогут заменить. И это займет очень-очень долго. А потом, я думаю, что в Турции многие люди понимают, что с Россией иметь дело опасно. Рано или поздно ты потеряешь в этой сделке. Ты будешь в минусе. Тебя обманут. Это не партнер, с которым ты можешь иметь дело. Это тоже очень важно. А еще, что я хочу сказать, что, понимаете, так уж исторически сложено, что есть страны, есть культуры, которые несовместимы друг с другом. Они никогда никак не могут сработать. И одна из таких несовместимых схем – это Россия и Турция. Это веками такие противостоят друг другу. Они веками друг с другом воюют. Антагонисты, да, друг друга. Поэтому очень сложно для турок даже психологически иметь дело с русскими. Даже если ты когда-нибудь… Обе империи использовали в своих целях украинцев в свое время. Да, да. Но украинки взяли верх, потому что украинцы смогли султанов поговорить действовать правильно. Но я что, даже если там отдыхали люди в Анталии или где-то в Турции, я служил в Турции два года. Когда они видели, что это русские, было такое чувство, что не очень-то они тебе доверяют. Да, все хорошо, шарафэ, все нормально, но русские, знаешь, как… То же самое поляки. Вот все хорошо, но что-то есть такое, что вот они говорят, ну, очень много, ну, сотни лет мы воевали с ними, сотни лет они нас гнобили. И поэтому у нас уже это как бы генетически выработано, что тяжело нам с ними иметь дело. Может быть, как у японцев и корейцев, то есть китайцев с японцами, знаешь, есть такие вещи, которые исторически откладываются в памяти у людей. По поводу замещения вооружения российским в Турции, может быть, играет еще роль тот факт, что, в принципе, если на сегодняшнем этапе с отдельными устаревшими системами вооружения Америки и Западной Европы может конкурировать современное российское вооружение, то в будущем как-то ничего не видно, то есть еще раз, повторяю, кроме мультиков нет новых разработок, которые реально вводятся в строй. Пока это все, пока это все только произведение мосфильма. Нет, ну почему, почему в Серовоморске мы же видели, что попытались испытать новые офигенные оружия. Так это же краденое американское 50-х годов, насколько я понимаю. 50-х, да, но тоже оно не полетело очень далеко, упало рядом. Заразило воду. Ну, конечно, не может страна развиваться, особенно в военных технологиях, особенно сегодня, 21 век. Смотри, ты где в Украине, я в Майами. Мы с тобой развиваемся. Ты понимаешь, какая технология, какие высокие технологии сегодня работают. Это же через космос. Все, мы в реально виртуальном мире с тобой сейчас находимся. Поэтому не может какая-то страна, которая изолирована, которая санкционирована по высоким технологиям и всего этого, развивать свое современное военное оружие. Какие бы гении там ни сидели. Америка не может этого сделать без помощи Японии, без программистов с Израиля, программистов с Украины. Конечно, даже этот айфон, он создан в Америке или управляется Америкой, собран в Китае. Программы в нем израильские и украинские, эти аппликейшн все стоят. Ну, невозможно. Не может какая-то страна, даже опять же, как Америка, создать это одна. А Россия сегодня изолирована всем миром. Ну, что она может вместе с Северной Кореей, или с Венезуэлой, или с той же Сирией что-то создать? Вот это ее партнеры. А, извини, еще Палестина, автономия палестинская, тоже союзник. Хазбулла и Хамас. Нет, ну там, если покопаться, что-то в Африке еще найти, можно, наверное. Они, наверное, могут какой-то жилет, который взрывает самого себя, поделиться с Россией в этой технологии. Союзников, да, можно и в Африке поискать. Если хорошо постараться, может быть парочка странная. Дальше. Да, да, я хотел бы узнать. Дальше, но поэтому... Продолжайте, продолжайте. Поэтому я говорю, что если посмотреть вот так, что происходит в мире, и вообще исторически что-то задается, то это, можно выяснить, что как только Украина, а я считаю, что в Украине это уже происходит, экономика станет улучшаться. Когда у Украины будет очень много партнеров по всему миру по бизнесу, а я вижу, я дилетант, но я вижу, что строительство идет в стране. Там, где я живу, в Киеве, ну понятно, что это центр, ну магазины, рестораны, все время что-то открываются, какие-то бизнесы. Одна иностранная речь, наоборот. Поэтому уровень жизни начнет повышаться. Я надеюсь на все на это. Что еще будет, да. Меняем, меняем власти. Конечно, ну как только уровень жизни начнет улучшаться, как это произошло в Грузии, как только начнет жизнь лучше и свободнее быть, ожидайте террористических актов. Будьте готовы к террористическим выходкам. Да, к сожалению, это вероятно, к сожалению. Будем надеяться, что этого не будет как можно дольше, и если и будет, то как можно меньше. Но хотелось бы вернуться еще к военным технологиям, узнать ваше мнение по следующим вопросам. Вот сегодня, например, министр национальных дел Украины Пристайка заявил о том, что, оказывается, ведется за приграничными российскими войсками спутниковое наблюдение Украины совместно с НАТО. И, в принципе, какое-то временное упреждение удара у Украины и у ее партнеров, если они тоже будут в этом участвовать, будет. И в этой связи я хотел бы немножко о другом все-таки спросить. Это было как новость. Не знаю, насколько там эффективное сотрудничество, но, тем не менее, министр об этом заявляет. И в связи с этим у меня вопрос к вам. Мы тут сделали несколько передач о теме психического состояния и здоровья Владимира Путина. И некоторые эксперты говорят, что есть достаточно свидетельств и материала о том, что у него онкология. Даже если это не так, в любом случае, такую вероятность нельзя исключать у любого мирового лидера, тем более у такого, который ведет в захватнические войны. Как вы считаете, в связи с этим, Юрий, если человек узнает, что у него четвертая стадия, что его осталось там жить пару месяцев, не взбредет ли ему с собой в голову тащить мысль весь наш шарик и не запустить все свои ракеты? И если это такая вероятность хоть какая-то есть, насколько технически к этому готовы? Я понимаю, что есть какие-то военные тайны, но, тем не менее, насколько в Соединенных Штатах сейчас ведутся разработки по упреждению и недопущению долета ядерных вундерваффлей Путина до вашей прекрасной Флориды? Спасибо, да. Я думаю, что у нас всегда ведутся такие разработки, мы всегда хотим себя и наших партнеров ограничить от этого, уберечь от этого. Я, конечно, не знаю, насколько у нас это все разбито, но я знаю, что технологически Россия довольно-таки отстает. И вот много технологий, когда мы уничтожали старое ядерное российское оружие, мы платили, чтобы они создавали вот это новое, более безопасное. Может быть, мы там запрограммировали какую-то кнопку, где мы нажмем, и оно не полетит. Но я не знаю, надеюсь на это. Конечно, также я уверен, что в России есть головы, которые поймут, что нельзя нажимать и запускать ядерное оружие и уничтожить этот мир. У всех людей нормальных есть инстинкт самосохранения, самосохранение своих детей, то, что они создали, построили. Поэтому я надеюсь, что один человек сегодня в современном мире такое решение не сможет принять. Даже такой, у которого так много власти, как у Путина. Конечно, у человека, который у власти так долго, человек, который у вас так много власти, и так долго, он, конечно, психически ненормальный. Он не может быть психически ненормальным, он отравлен этой властью, как человек, который находится на войне очень долго. Я не психиатр, но я вырос в семье врачей, у меня у самого есть медицинское образование такое. Давно, давным-давно. И понятное дело, что люди, которые находятся так долго в напряжении, а он находится в напряжении и изоляции. У него друзей нет. Мы же видим с его дня рождения, с всего этого. Что он одинок, он совершенно изолирован. Как и Гитлер был, как и Сталин. Они никому не доверяют. Паранойя зашкаливает. Мы видим это со стаканчиком, в котором он приехал на G20. Такие люди более склонены к онкологии. У них часто бывает онкология от стрессов, от изоляции, от психического состояния, психологического. И паранойи. Поэтому я не удивлюсь, если он болен не только ментально, не только психически, а что он и физически, физиологически болен тоже. Я об этом не удивлюсь. Я никому не желаю смерти. Но если он склеит ласты, я плакать не буду. Юрий, я вижу, вы на ногах... Хотя, ты знаешь, извини, Василий. Василий, извини. Извини, пожалуйста. Но это не первый раз, что я слышу, что у него онкология, что он умирает. Это еще где-то лет 10 тому назад началось. Особенно, когда он пропадал из эфира на несколько дней. Слухи такие распространялись. Поэтому я не знаю, насколько это правда, насколько это неправда. Но вероятно, мы все живые люди, мы все ходим под Богом, вероятность такая может быть. Я вижу, вы на ногах, Юрий, хотя у меня еще масса вопросов к вам. Но я думаю, мы отложим это на следующий раз. Я привык. Я привык. Я привык. На ногах, ну как тебе удобно. Да, да. Мне неудобно, мне неудобно прежде всего то, что вы стоите, а я сижу. Поэтому мы следующие вопросы перенесем на следующую передачу. Я надеюсь, она у нас не за горами. И при любой возможности приглашаю вас на канал. Пожалуйста, приходите. Я думаю, спасибо большое. Очень приятно быть у тебя. Вообще мы на «ты», ну и на «вы». Мне очень приятно быть у тебя на канале. Правда, я его сам смотрю. Я редко смотрю какие-то каналы, потому что даже у меня времени не успевает. Но твой канал смотрю. Правда, очень интересный. Очень тема информации. И я уверен, что мир сегодня создан так, что новые темы у нас появятся через 2-3 дня. Они не умирают. Да, уважаемые друзья, тут я просто объясню это недоразумение. Вне эфира мы на «ты». В эфире я называю всех своих без исключения, даже самых близких знакомых. Но «вы» это привычка такая просто. Поэтому я в свою очередь хочу, уважаемые друзья, вам сказать, уважаемые зрители, что внизу ссылка на канал Гарри и Юрия Атабаха. Пожалуйста, подписывайтесь. Ведь вы сами только что лишний раз убедились, что есть что послушать. Проходите, пожалуйста. Ссылка внизу в описании. И заключительный вопрос. Он будет касаться, как это ни удивительно, но новости по поводу американских еврейских общин. Группа ордодоксальных евреев из влиятельной общины, американской общины Мапитом, обратилась к Соловьеву, к Владимиру Соловьеву, с просьбой поменять свое вероисповедание. С иудейского на какое угодно, любое другое. И там фраза, это журнал National Interest пишет, что там фраза есть. «В истории иудеев еще не было подобных вам существ». Вот такой серьезный наезд на товарища Соловьева. В связи с этим вопрос, Юрий, скажите, пожалуйста, как вы думаете, долго ли нам еще ждать судебных процессов и посадок вот этих мудаков Пушковых, Соловьевых? Они не понимают, что когда Норинбергский процесс был, там расстреляли не только тех, у кого была кровь на руках, а еще и тех, у кого была кровь в голове. И самый главный пропагандист, который был как бы журналист, комментатор газеты нацистской, которая вот проповедовала все время ненависть ко всем, мы его расстреляли, повесили. Его тоже повесили, этого главного редактора. Хотя он, например, говорит, я же никого не убивал. Мы оба инститивно к шее дотрогу. Я только писал. Да, и поэтому они этого не понимают, что к ним придет наказание, и очень серьезное наказание. Поэтому я им тоже говорю, перестаньте мне звонить, писать, как вы меня любите, предлагать мне там деньги, предлагать мне гостиницы и полет в Россию. И я на ваших каналах выступать не буду. Я не дам вам легитимизацию. Я не буду, даже к вам близко не подойду. Я не осуждаю других журналистов, которых я очень уважаю, которые выступают у них на канале. Но я не буду. Это не мой бизнес. Я не журналист, не комментарий. Я простой военный человек в отставке. Поэтому это не мое. А насчет Соловьева я скажу. К сожалению, я не люблю ставить людей в какие-то категории национальности, религии. У нас у всех есть и хорошие, и плохие. Но почему-то в моей крови, если уж гений, то гений хороший. А если уж гений плохой, то уж самый плохой. И когда-то евреи пришли к Беренштейну и сказали, Рэб Беренштейн, не делайте этого. Не надо. Это нехорошо. Это очень плохо отражается на нас. Не надо. Наша община не то, что вы выставляете. Он сказал, я не Рэб Беренштейн, а товарищ Троцкий. Они сказали, мы понимаем, что революцию делают товарищи Троцкие, а платить за это, отвечать за это будут Ребенштейны. Поэтому не надо это делать. Вот Соловьев, ну ты дурак, я не понимаю. Я реально сидел с ним рядом в синагоге в Москве. Но он тогда был нормальный. Я еще руку ему пожал, сказал спасибо. И вот человек, как будто в него вселился какой-то бес. Неужели это ради денег можно делать такое? Неужели он не понимает, как это отражается не только на евреев, да хрен с ними все время? Как это отражается на русских? Он же себя считает русским или там Жириновский. Это же, они же русские кричат, рвут на себе тельник, фуфайку русскую или ватник русский. Что они там рвут на себе, я не знаю. Они что, не понимают, что это за их грехи будут расплачиваться люди, которые просто их слушали? Просто их, не знаю. Вот я не могу понять, из чего создан человек, когда он себя так ведет и когда он так делает. А то, что еврейская община написала ему и сказала, слушай, вали от нас, мы не хотим с тобой быть ассоциированы, так как это не первый раз евреи это делают. И я думаю, это делают не только евреи. Я, например, близок с одной из тейпов хеченских, которые тоже сам, они говорят, Катыров, это не мы, он не хеченец, это не мы, это нельзя нас ассоциировать с ними. Это совершенно, это уроды, которых нет ни национальности, ни религии. И я не помню, кто это сказал, но кто-то сказал, что Сталин был не грузин, Хрущев был не украинец, Кроцкий был не еврей, Микоян был не армянин. Это люди, которых национальности нету. Их нельзя приписывать какой-то национальности. Это бесы, просто бесы, для которых человеческая жизнь ничего не стоит. Я считаю, что это правильно. У таких людей национальности быть не может. Или религии. Кстати, хотел бы по этому поводу сказать и своих два слова. Дело в том, что тому явлению, которое упомянул Юрий, что в их народе есть масса талантливых людей, и это объясняется все чисто с научной точки зрения. Тут никакой мистики нет, никакой конспирологии. Дело в том, что за многие века гонений по Европе, естественно, в генетике этого народа скопилась быстрота, молниеносность мышления, логичность и так далее. Людям просто нужно было выжить. Именно этим это, я думаю, объясняется. Спасибо вам большое, Юрий. Я думаю, что у тебя это в генах тоже есть, потому что мы попрощались с нашими зрителями уже где-то 15 минут тому назад, а программу никак не заканчиваем. Да, я извиняюсь. Спасибо большое, спасибо большое. С нами был Гарри Юрий Табак. И его ссылка на его канал в описании. Всем удачи и добра. Мир дому вашему. Мир дому вашему.